Добрый день, дорогие телезрители! Телеканал Арсен. Народ должен знать, я Август Гара и моя соведущая Юлия Ваганова, как обычно в студии, как обычно с нашими вопросами и как обычно с нашими ответами. Так, у нас следующий вопрос. Отцы и дети. Отцы и дети. Мы с отцом практически не общались. Он ушел из семьи, когда мне было два года. Однажды потом случайно увиделись, посмотрел на него и все. У него желания общаться со мной не было, у меня тоже. Материально он не помогал никак. Меня растил совершенно другой человек, которого я считаю отцом. Сейчас мне двадцать семь. Взрослый мальчик. Могу ли я задним числом лишить биологического отца родительских прав, чтобы в будущем обезопасить себя от того, что он потребует содержать ее в старости. Я думаю, в наших прошлых передачах мы не раз отвечали на эти вопросы и не раз об этом затрагивались. Это уже мы, в принципе, и в этой передаче немного затронули вопрос содержания и в старости и так далее. Поэтому не видим смысла здесь сильно углубляться в это. То есть тут не особо ситуация отличается от того, делают это родители, пока ребенок несовершеннолетний или взрослый ребенок. И нужно ли вам это все? Когда придет ситуация, может быть, у вас и не будет такой ситуации, когда вы должны будете содержать вашего отца в старости. Конечно. Никто не знает. То есть жизнь настолько непредсказуемая и так меняется, что, в принципе, данный вопрос сейчас им озадачиваться смысла я не вижу. Следующий вопрос очень интересный. Бывшая жена сына заставила его отказаться от родительских прав. Свою кровь пишет. Да. То есть стояла над ним с пистолетом. И говорила, отказывайся. Отказывайся. Иначе санитаров позову. Да. Но на алименты подала. Как же так? Получается, что отцом он не является, а платить должен. Неужели лишение родительских прав не означает автоматическую отмену алиментов? Ну вот мы уже повторяли, что жена не может, да, жена абсолютно не может заставить отказаться от родительских прав, может только быть ограничен судом, но это абсолютно не означает алименты как должен был платить, так и должен. А так надо было отстаивать свои права, никак не соглашаться с ограничением родительских прав, участвовать полноценно в жизни ребенка, платить алименты и, в общем-то, цивилизованным образом решать эти вопросы. А алименты платить все равно обязан. А хоть как. Но в этом смысле, опять же, как мы и не раз говорили, что получил обязанности, исполняет. Исполняет, да. Родил ребенка, породил, теперь исполняет. У нас не, как говорится, средние века, где я породил, я тебя убью. Да, чем я тебя породил, тем я тебя и убью. То есть мозгом. Да, именно. У нас следующий, у нас вопрос от телезрителя. Ситуация следующая. Мы не живем с бывшим мужем или зрительницей. Здесь просто имя такое, что и туда, и сюда можно. Я имя не буду зачитывать. Не общаемся, но он не лишен прав на детей. Ну, слава богу, что он не лишен прав на детей, потому что права это штука сложная. Опять-таки, вот кто-то выразился совершенно верно, но потому что не лишен прав на детей. Да, его никто не лишит. Его тоже лишили бы, да. Должно ли быть обязательно решение от отца детей, если мама летит с ним за границу? Если лишить отца родительских прав, нельзя лишить отца родительских прав. Ограничить можно, да. Что-то изменится, разрешение будет не нужно. Опять же, вернемся к нашим прошлым вопросам, которые мы не раз обсуждали и не раз о них говорили в данной тематике, что если хочется ограничить, пожалуйста, и ограничить надо в том случае можно будет ограничить. Если другая сторона... Препятствует. Препятствует. Конечно, ответим на первый вопрос, да, разрешение от отца нужно, поскольку, как мы отвечали в первом вопросе, это совместное право попечения над детьми. Поэтому обычно, если нормальные взаимоотношения между супругами можно выдать, заходить к нотариусу, выдать это не на одну поездку разрешения, а там до наступления совершеннолетия, и тогда можно, скажем так, с этим разрешением передвигаться, да. Если же у вас возникают конкретные ситуации, когда вот вы взяли путевки на отдых или купили куда-то билеты, а отец просто и письменно можно доказать... Игнорит. Игнорит, да, пропал, и у вас там сорвались все планы, и дети не отдохнули, то тогда с такими уже конкретными ситуациями можно идти в суд, приведя и доказав их, да, в суде, и попросить ограничить, допустим, на принятие вот таких решений. Это как мы рассказывали при ответе на первый вопрос, вот тут конкретная такая ситуация, где можно, допустим, в этом праве передвижения, да, детей по всему миру, допустим, да, ограничить одного из родителей, потому что вот по таким-то причинам. Или же начать с одной поездки, в принципе, эти дела быстро решаются. Взяли путевки, ну не за два дня, естественно, заранее. И вот отец отказывается, подали в суд и попросили вот с 1 июля по 30 июля, пожалуйста, мы хотим там в Россию поехать, дайте нам... Просим обязать отца выдать такое разрешение. Следующий вопрос. С первым мужем развелась, когда я еще была беременной. Как родила? Подала на алименты, которые он платил от силы полгода за 10 лет. Где он сейчас, я не знаю. С ребенком он не общается. Даже с днем рождения не поздравляет. Я встретил другого человека. Он растит дочь как свою и хочет записать на себя. Но в графе отец числится бывший муж. Как можно сделать так, чтобы мой нынешний муж удочерил моего ребенка от первого брака? Могу ли я лишить первого мужа родительских прав на этом основании? Алименты мне не нужны. Просто хочу, чтобы у дочки был отец, который действительно ее растит. Мы уже отвечали на этот вопрос. Опять же, не раз отвечали на такие вопросы. В том числе и сегодня мы задевали эту тему. Мы уже в принципе такую же идентичную ситуацию. Пожалуйста, в суд. А суд уже будет смотреть. Начните с органов местного управления. И так далее. Мы с женой все время жили в квартире, которая принадлежит теще. Я на протяжении 20 с лишним лет платил за квартиру и ремонт. А потом жена заявила, что я перестал ее устраивать. Она нашла другого. Более молодого, да, тоже вариант. Обычно мужчина находит более молодую. А почему более молодого? Не знала. Она нашла другого. Потому что он наоборот более старший. Но 20 лет прожили. Это за тайное желание найти более молодого. Молодые мальчики некрасивые. Ну вот. Наверное. Наверное. И подала на развод. Да. И подала на развод. Мне, друзья, говорят, что я могу отсудить у нее часть квартиры. Но квартира же тещина. Вот скажите, имею ли я в данном случае право на часть недвижимости, которую я вкладывал много лет и хотя бы на денежную компенсацию? Скажем так. Этот вопрос очень такой требует детальной оценки. Поэтому, да, варианты есть. Но какие, как и что сказать трудно. Сложно сказать, да, на часть недвижимости именно. А на каких-то денежных компенсации. Я думаю, тут вариант имеется. Но здесь вопрос на какую, на сколько и так далее и тому подобное. То есть, этот вопрос надо разбирать конкретно по факту. Сколько, чего, как. Поэтому, дорогой наш телезритель, если есть желание, пожалуйста, в любое юридическое бюро или к нам, или в адвокатское бюро и разбираться, 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 как говорится. Мой папа 30 лет жил с женщиной намного себя старше. Какой папа? У нее были свои дети. Общих детей у них не было. В браке отец и эта женщина тоже не были. Он любил уже эту женщину, раз он прожил 30 лет с ней. Он очень много помогал ей и ее детям. Всю зарплату отдавал в ту семью. У них была квартира, убитая дача. Он привел все в порядок, ремонт, обстановка. Сделал из недвижимости конфетку. Потом они выпили из него все соки и он умер. То есть, мы говорим о семье вампиров в данном случае. Долгосрочных вампиров. Это он ложился спать, они просыпались, потихонечку подходили к ним и начинали пить из него соки. После того, как он сделал из дачи конфетку. Конечно, только после этого. И причем они из него пили соки. То ли кранчик они в него встроили. Ну, 30 лет уже была какая-то практика установившаяся. Он за 30 лет накопил соки. На соки, да. И теперь они знали из него их выдавливать. То ли через... Потому что потом они выпили соки все соки. Ну, потом, после 30 лет. Ну, я говорю все соки. Он 30 лет накопил соки в себя. Потом они открыли кранчик. Потихонечку по ночам. По чашечке. По стаканчику. По стопочке. Выбивали. Пока они умерли. И потом, что случилось потом? Создали обезвоживание организма. Создали полное. Обескровивание. Обескровивание, обезвоживание. Ну, соки. Обезвоживание. Обезвоживание. Потом. На похоронах дети этой женщины смотрели на меня волком. Потому что они... Вомпиры. Вомпиры. Вурдалаки. Вомпиры. Естественно, они смотрели волка. Два противоположных клана. Да. Они очень боятся, что я буду придать на эту квартиру и дачу. Неужели у меня есть для этого какие-то основания? Это опасная семья. Лучше с ними не связываться. Да. Это... Если они пьют соки, да еще и воды. Воды. И потом смотрят волком. Ну, поэтому здесь дело, конечно, опасное. Опасное. Пахнет опасностью. Скажем так. Вопрос можно разбирать в любую сторону. В направлении движения на разбирательство этого вопроса много. Поэтому... Медицинское направление. Да. Дорогой наш телезритель или телезрительница. С этим вопросом, пожалуйста, в любое адвокатское бюро, в любую юридическую компанию можно и к нам, но с фактами конкретными и так далее и тому подобное. Того, что у нас появились в стране вурдалаки. Скрытые. Теперь мы знаем, где они прячутся. На даче. На даче. И пьют соки из людей. Да. Ну, вот. Может быть, я немного сильно этот вопрос так и так обострил. Это уже могли бы как-то... Приближаешься к финалу, внести какую-то юморную ноту. Да. Ну, как-то вот... В эти жизненные суровые обстоятельства. Ну, как-то вот сам вопрос, сам поставленный вопрос. Вы пили соки. Извините, человек отжил. Во-первых... Счастливая жизнь по всей... Во-вторых, вы родились. Судя по всему. Да. Во-вторых, я думаю... Я не знаю, конечно, сколько он с вами прожил. Без понятия. Может быть, он вас оставил. Но я не верю, если он там себя отдавал, то он и вам себя отдал в какой-то мере. Прожил там тридцать лет. Тридцать лет – это очень большой срок. Это очень большой срок. Значит, там были отношения и любовь. И он туда себя отдавал. И просто человек умер. Выпили они из него соки. Не выпили. Никто свечку не держал. Мы же не знаем. Думать о том, что они все плохие, но это у нас... Хорошие только мы. Я лучше всех. Я лучше всех знаю, как лучше всех. Поэтому только я хороший. Ну, вот здесь вот такого склада. Поэтому, дорогие наши телезрители или телезрительницы или телезритель... Если к сути вопроса подойти, то варианты есть. Но их надо разбираться. Разбираться, да. А если... Сроки и так далее. Суммы, основания и так далее. То есть это не так, что просто. Все. Следующий вопрос. Тоже интересный. Мы женаты. Живем в квартире свекрови уже 20 лет. То есть 20 лет они у свекрови живут. Бедная свекровь. Они в квартире свекрови живут. А, без свекрови, да? Да, свекровь на улице. Окей. Двое детей. Обязанности поделили так. Муж покупает продукты на всю семью. А я плачу за квартиру. И иногда тоже хожу в магазин. Но в основном закупает все живое. Недавно он оставил ноутбук открытым. Я случайно узнал, что у нее есть любовница. А есть ли любовница? А любовница ли это? Может это Джелина Джоли? Может это флирт? Может просто захотелось пофлиртовать? Может это электронная женщина, с которой хочется пофлиртовать? Внести? Электронная женщина? Какая новенькая? Нет. В современном мире? Я, если не ошибаюсь, этого очень много. Там какой-нибудь робот-автомат флиртует с тобой и все. Хочу развестись. Но по факту идти мне с детьми некуда. В банке кредит мне на покупку недвижимости не дают. Я столько лет платила за эту квартиру. Неужели я не имею никаких на нее прав? Ну, опять же, вернемся к прошлому и позапрошлому вопросу. И к прошлым передачам. Всегда есть возможности. Всегда что-то мы можем найти. Но нужны факты. Нужны чеки. Нужны понимания. Что, чего, как. Поэтому, если у него любовница... Во-первых, вы прожили 20 лет. Посмотрите, может это все-таки не любовница? Может это просто родноклассница старая? Ну, все что угодно. Может это какая-нибудь старая, бывшая любовь, которую он, как говорится, которая была в средней школе тогда, да? То есть сейчас август пытается больше психологическую помощь оказать, чем направить в юридическое русло? Так, в юридическое русло здесь все очень просто. Здесь нужны факты, и тогда надо смотреть, что можно сделать. Но по факту он вас, естественно, с детьми под, как говорится... Под монастырь подведет. На улицу выгнать не может. Но я понимаю, что не собирается выгонять здесь женщину, или телезрительница сама ищет варианта ухода. Да. Это ее желание развестись. Да. Мужа все устраивает, он никого не будет выгонять. Конечно, не устраивает. Конечно, его устраивает. И вполне возможно... То, что вы платили за квартиру, ну вы считаете безвозмездной арендой пользовались столько лет, а просто платили за содержание самой квартиры. Я говорю, здесь надо смотреть. За те же услуги, которые использовали вы и ваша семья, в принципе. Поэтому здесь очень сложно ответить так, как говорится. С точки зрения банальной эрудиции, то последите за мужем. Может, она все-таки не любовница? Может, это просто какой-то флирт временный? Не закрыте компьютер и не смотрите больше в компьютер мужа, когда он что-то делает. Может, он просто, извините меня, занимается самоудовлетворением. С открытым ноутбуком. Да. Я говорю, вот электронные женщины. Учился на время. Мы с моим молодым человеком 9 лет назад решили жить вместе. Да. Год снимали, потом он сказал, что у него есть оставшаяся от отца квартира, но она была в совершенно убитом состоянии. И там не было вообще никаких для комфортного проживания условий. Мы взяли кредит, отремонтировали ее и стали там жить. Я оплатил оба кредита и коммунальным счетам. Он покупал еду. Прожили так 8 лет. Родились дети, и все было вроде хорошо. Потом сильно поругались, и он сказал, что не хочет больше вместе жить. И я, чтобы с детьми, искал себе новое место жительства. Мама мне говорит, что я могу претендовать на какую-то часть от недвижимости мужчины. Но мы же не были в браке. Так ли это? Опять же, возвращаемся к прошлым вопросам. Да, можно на что-то претендовать. Но в каком виде, в каком размере, объеме и с какими сроками, это тоже требует детального уточнения. И слава богу, не 20 лет. Да, но тоже, тем не менее, 9 лет. Опять же, 9 лет. Ну, скажем, 8 лет. Они год в начале прожили потом. И так далее и тому подобное. Все равно достаточно долгий срок. Поэтому с этой точки зрения нам очень сложно ответить. Варианты есть, но их надо оценить. А оценить их можно только по факту конкретных деталей. На данный момент конкретных деталей нет. Есть только общие слова, поэтому возможности есть. С другой стороны, опять же скажу, сходить к семейному психологу. Может все разрулится. Потому что поругались вы из-за какой-нибудь там ерунды, которая в себе не несет ничего с собой. А это просто выстрел эмоций, который переклинил. И вполне возможно, здесь надо просто сходить к семейному психологу, разобраться в чем это, как, откуда получил, почему получилось это эмоциональный срыв, взрыв. Что-то это накопилось, где-то какие-то эмоции, где-то какие-то неудовлетворения. С одной стороны, с другой стороны. Поэтому, если ходить к психологу, поговорить, мы должны открыть с вами, Юля, новую передачу. У меня есть идея. Народ не должен переживать. Новая передача. Помощь, психологическая помощь прямо из студии. В зависимости от электронных женщин. Да, прямо из студии. Юля, мы можем с вами подумать об этом. Да, давайте рассмотрим этот вариант. о начале новой передачи. Нового цикла передачи. Новый цикл. Нет, я думаю, юридическую подоплеку хоть как надо оставить. Это как бы отдельно. В рамках наших проблем. передачу расширить. Народ не только должен знать, но и понимать. И не переживать. И не переживать. То есть, здесь можно очень интересно разыграть эти ситуации. Я думаю, что мы должны об этом с вами серьезно подумать. У моей сестры такая ситуация. Последний вопрос. Если успеем, то я думаю, мы успеем его ответить. У моей сестры такая ситуация. Они с мужем много лет жители в квартире. Записана она была на мужа. Квартира не была в совестной собственности. Общих детей у них не было. Были только его дети от первого брака. Когда муж умер, выяснилось, что наследие в первую очередь его трое детей от первого брака. И сестре по закону полагается лишь 25% от всей квартиры. Дети сказали, что хотят ее выселить. Но другого жилья у нее нет. И предложенных ей денег 25% от квартиры не хватит, чтобы купить ей другое жилье в Таллине. Что ей делать на старости лет? Неужели она совсем на эту недвижимость не имеет никакого права? Имеет 25%. Почему 25%? 50% же. Она в браке, они не в браке. Ну и что? Так если бы они были в браке, то 50% было ее, а вторые 50% еще бы делились между другими наследниками. Если это было бы совместное имущество. А так супруг получает же 25%, ой, 50%. Даже если не было совместным имуществом. Там надо смотреть ситуацию. Я тут сомневаюсь в проценте. Нет, 25% минимум она получает. Но то, что претендуют дети, это естественно тоже так. И что делать на старости лет? Пытаться как-то мирно решить этот вопрос с детьми. Это супруга. Они оба были собственники. Но с собственником они не были. Квартира была на мужа. Но вопрос. А, с мужем они проживали. В том-то и дело. Вполне возможно. Не было в совместной собственности. А мы не знаем об этом. Это опять же пишет человек. Тут надо разбираться. Может быть и больше. Точно не знает. Может быть и больше. Здесь надо реально разбираться по ситуации. Но возможно эта информация уже пришла от нотариуса. Поэтому она проверена. Если нотариус разобрался и 25%, значит 25%. Другой вопрос. Можно ли что-то отсудить от них. Но вряд ли я думаю. Да, дети они тоже имеют право. Они же дети. Или с другой стороны. Ну да. Здесь вопрос того, что на 25% ничего не купишь. А вы купите у них у других 75%. Ну вот. Дети должны думать. Надо договариваться с детьми. Надо договариваться. Опять же, если она их воспитывала. То как-то не по-человечески это будет. Честно говоря. На этой грустной. Процентной ноте. Процентной ноте. У нас хорошая идея. У нас хорошая идея. Новая циклопередача. Я предлагаю свернуть. Закончить нашу передачу. Дорогие телезрители. Или канал Арсент. Народ должен знать. Я Август Кайра и соведущая Юлия Ваганова. Говорим вам. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова